Всем привет, здравствуйте. Всем здрасте. Сразу небольшое вступление. Если вдруг что-то будет выглядеть на видео негладко, хотели сказать, что первый раз в жизни заводим канал. До этого опыта медийного какого-то общения с аудиторией у нас не было, поэтому немножечко волнуемся, конечно. Создали специально шпаргалку некую, чтобы в нее немного подсматривать. Поэтому взгляд иногда будет уходить в сторону, за это нас извините. Теперь расскажем немножко о нашем канале. Почему посвящен канал и почему мы решили его создать. Этот канал решили создать про вынужденную иммиграцию из России в период войны. Слушая наш рассказ, вы поймете, почему мы эту иммиграцию называем эвакуацией. Здесь мы будем с вами делиться всеми этапами такого вида иммиграции. Отсвещать некие технические вопросы. Как остаться в Турции. Именно про Турцию мы будем рассказывать. Остаться в Турции на длительный срок, на законных основаниях, обладателям русского паспорта, так скажем, гражданину ИРЭП. Также будем делиться интересными местами в Турции, особенностями культуры и своими эмоциями, конечно. Решили завести этот канал с мыслью о том, что наша история, может быть, кому-то может помочь. Кто может также измучен жизнью в России, теми репрессиями, отсутствием прав у людей, которые там живут. Кто не знает, что делать им и куда им податься. Возможно, наша история и та информация, которую мы будем рассказывать, поможет кому-то показать, что он не один, вселить надежду и даст силы действовать. Так, давайте начнем со знакомства. Меня зовут Олеся. Меня зовут Владимир. Я русская. А я украинец. Мы долгое время, практически всю нашу жизнь, жили в России, в городе Санкт-Петербург. Мне 35 лет. Мне 36 лет. Я лично родилась в России и всю жизнь прожила в России. Я родился на Украине. Большую часть жизни я прожил в России, в разных местах. На Ямале, в Санкт-Петербурге. Я врач-психиатр. Я медврат. Мы работали в государственном системе здравоохранения. Я работала в государственном больнице. Я тоже работала в государственном больнице. И с течением времени в системе российского государственного здравоохранения работать было все сложнее. Платы медиков снижались, кадры урезались, обязанности росли. Медик в России давно перестал быть гражданским специалистом и переведен был в рамках исполнения приказов, которые исчислялись уже давно не штучно. Медицинских работников выжимали досуха. Выходные – это были роскошь. Ритм такой, что жизнь проходила мимо. Она была где-то там, за воротами больницы. И медики, к сожалению, лишены были мнения какого-то, права высказывания на него. И уж точно недовольство. Не дай бог, если ты чем-то недоволен, то ответ был всегда один. Если вам что-то не нравится, то выход вы знаете. Кто-то может сказать, ведь есть и частная медицина. Но, к сожалению, в частной медицине ситуация обстоит еще хуже. По крайней мере, в сфере психиатрии. Несмотря на огромный мегаполис Санкт-Петербург, количество частных медицинских центров, оказывающих психиатрическую помощь, их можно на пальцах счесть. И то качество оказания медицинской помощи, которую они предоставляют, как минимум вызывает шок. От лекарственного обеспечения, медицинского оборудования и самой тактики оказания такой специфической помощи, как психиатрическая. Как правило, в частные медицинские центры заманивают молодых специалистов, которые еще не сформировались как профессиональные врачи и еще не до конца осознают особенности оказания психиатрической помощи, особенно понимание безопасности, собственной безопасности при работе врачом в России. Почему я говорю о безопасности врача в России? Потому что, кроме как ты сам о себе, о тебе никто не позаботится. Врач всегда остается крайним, так как судебная система построена таким образом, что если врач совершил ошибку, она с легкостью может стоить его свободы. И суды самоку и демонстративно вносят, как правило, обвинительные приговоры, которых 99%. Лишая свободы врачей, тем временем, пока наша жизнь год за годом протекала за воротами наших больниц, там на воле в России все тоже было весьма несладко. Благодарю цивилизации запрещали один за другим. Кластовый раскол общества становился все более и более очевидным, четко деля людей на бедных и богатых. Правительство, что стало составлять ослуг государства, настойчиво наслаждало общество на существующую агрессию Запада. При этом, охотно получая гражданство Запада, отправляя своих детей учиться на границу, покупая там многомиллиардные яхты, недвижимость. Выводя свои миллиарды, равные 40 бюджетам Рязани, западные банки, или кранов-самбоящиков из года в год обществу пели и поют о богатой и сытой жизни в России, когда 50% населения находится за чертой бедности. И думать о другом, кроме как прокормить своих детей, к сожалению, не могут. Тогда как 70% населения России никогда в жизни не покидали территорию России и не имеют даже загранпаспортов. Так как весь их доход сконцентрирован лишь на пропитании. Моя мама, например, живет в маленьком городе на периферии России. И кроме как города Липецк, то есть дальше него, она никогда не была. И как жить по-другому, она даже не представляет. Безропотно принимает все запреты и тяготы обычного народа, которых из года в год становится все больше. Она увлечена дачей, и сейчас она говорит о том, что если бы не ее дача, то она бы, наверное, с голоду бы умерла с ценами в России. Из года в год Россия превращалась в страну с непредсказуемым прошлым, когда история переписывается лишь по велению одного человека. Наша жизнь ограничивалась много лет лишь одним маршрутом. Работа-дом, дом-работа. И с годами я даже не заметила, как на прогулку мы стали выбираться лишь пару раз. И на это было основные две причины. Одна из них – это отсутствие сил и времени на отдых. А вторая – это страх. Страх и отсутствие чувства безопасности. Когда казалось, что единственное место, где ты можешь быть и можешь оказаться в безопасности – это твоя квартира. В России стремительно множатся репрессивные законы. И люди стали делиться на твоти. Те, кто отгораживался от этого всего и предпочитал сделать вид, что ничего не происходит, и те, кто пытался запомнить и как-то обходить эти античеловеческие законы, не видя другого выхода для себя. Мы с Вовой относились ко второму типу людей. И казалось, что конца такой жизни никогда не настанет. Вот однажды, в 2018 году, мы впервые сделали загранпаспорта и выехали в Европу. Тогда это были Чехия, Германия и Голландия. Потом был 2019 год, и мы поехали в бедные регионы Азии, Таиланд, Бамбоджа и Мьян. И самое удивительное, что мы увидели разницу в этих странах, где мы были, между Россией, для всех одинаковую. это свобода и чувство безопасности, которые мы ощутили на себе, когда наблюдали за людьми, с лица которых не сходила улыбка. Они были все доброжелательны и расслаблены, что не свойственно русскому человеку. И, конечно же, в каждой из этих стран есть свои проблемы социальные или какие-то политические проблемы. Но самое главное, что в этих странах права человека это не миф. И там трактовка законов, она однозначная. Без выборочного правоприменения, как привыкли в России. Кто-то, может, скажет, что о чем бояться, если вы не нарушали законы. Суд во всем разберется. Ну, чтобы так говорить, нужно не жить в России и не следить за сводками новостей в ней. Судебная система устроена таким образом, что количество осуждающих приговоров оставляет 99% из всех представленных в суде. Так что, если в России вы попали в какой-то причине журнала судебной системы, то она вас просто перемолит. И шанса выйти свободным человеком из зала суда у вас просто нет. Если, конечно, вы не чиновник, хранивший в своей квартире пачки денег государственного бюджета, или не олигарх, который плотно засел у кормушки. И вот тогда мы с Вовой решили начать свой путь эмиграции. Сначала мы решили ехать в Чехию. В Чехии нам показалась эта страна близкой по духу, плюс славянская группа языков, что достаточно просто выучить русскому человеку. Мы нашли в Праге учебное заведение, которое занималось нострификацией и апробацией медицинских дипломов специалистов из стран СНГ. Целый год мы в России учили чешский язык. Мы тогда как раз и начали копить на переезд из России. Но знаете, зарплата медиков в России невысока. Ее хватает, чтобы жить не сверхъестественно. И плюс ко всему прочему у нас еще и ипотека была, как у потребляющего большинства россиян. Но мы откладывали с каждой зарплаты столько, сколько получалось. Но цены в магазинах на месте не стоят, а зарплаты стремительно падают вниз и не поспевают за инфляцией. В итоге покупательская способность снижалась достаточно быстро и мы осознали, что финансово наша мечта оказалась недостижимой. Но мириться с дальнейшей жизнью в России после того глотка свободы нам просто не представлялось больше возможным. и мы стали смотреть программы по переезду в Канаду. На тот момент мы уже отбросили все свои амбиции и были готовы работать кем угодно, даже не по специальности. Лишь бы покинуть Россию и вновь ощутить себя свободными людьми, а не под пристальным взглядом большого брака. Мы долго выбирали программы в Канаде, там их огромное количество, просто уйма, и условий очень много разных, но вдруг настал ковид, границы были закрыты. Мы ждали, когда пандемия закончится и все вернется на круги своя, но время шло, а доходы таяли. Тогда мы стали понимать, что и Канада для нас стала слишком мощным заявлением. Тогда было принято решение найти ту страну, которая была бы нам по карману, и той страной стала Украина. Так как там есть родные, там есть дом, много земли, его планировал заняться земледелием, у него всегда была тяга к земле, последний год в Санкт-Петербурге он занимался выращиванием микрозелени, еще он хорошо готовит, любит делать продукты своими руками, а я хотела заниматься социальными вопросами, так как мне нравится помогать людям, ну и у меня есть общее понимание всего этого процесса, так как психиатрия неразделимо связана с социальными проблемами людей. И вот мы были так воодушевлены нашей идеей, подготовили все документы и запланировали переезд нашим любимым котом. Впрочем, подготовка кота к переезду заняла больше времени и средств, чем мы предполагали, но с этой задачей мы справились. На середину апреля 2022 года у нас был уже запланирован переезд. Но тогда мы даже и представить не могли, что этому и этому нашему плану не суждено сбыться по воле лишь одного человека. С тех пор наша жизнь была разделена на до 24 февраля 2022 года. Вова узнала о наступившей новой реальности утра, находясь на работе, когда приятное чувство окончания суток в дурдоме было разрушено острым шоком после прочтения сводок новостей. Я узнала о случившемся по пути на работу, поднимаясь на эскалаторе, решив убить время, почитав новости. И никак не могла поверить в то, что я читаю. Тогда я забыла от оцепенения вообще, куда я еду. Весь день на работе я провела как в тумане. Не могла осознать реальность, новую наступившую реальность. До 24 февраля вдруг наступила минутка ясности в моей голове. Первым делом, что я сделала, располагая опытом прошлых поколений, которые пережили не один кризис Российской Федерации, я закрыла все имеющиеся вклады в банках, вывела наши деньги, обменяла их на валюту. В следующие дни у нас с Вовой началась охота на обналичивание этой валюты, пока это было еще возможно. Я, находясь на работе, мониторила банкоматы, которые только-только загружали валюту и передавала эту информацию Вове. А Вова бежал в ближайший банкомат, вставая в километровую очередь людей, чтобы обналичить наши карты. Таким образом, в течение нескольких дней мы смогли спасти все наши сбережения, которые мы заработали честными людьми. Это был первый этап нашей эвакуации. После вновь наступала сложная смесь чувства боли, вины, отчаяния и омерзения. От этого опускались руки. Но я наблюдала за людьми вокруг, которые уговаривали себя, что все будет гуд. Убеждали других, особо чувствительных, что все наладится, что все вернется на круги своя. Их мне было попросту жаль. Другие, полностью игнорируя события вокруг, планировали свой отпуск, как ни в чем не бывало. И вот этим людям сейчас я хочу сказать спасибо. потому что они вызывали во мне чувство ярости и тошноты, что заставляло меня выбираться из той ямы отчаяния и заставляло действовать. За несколько дней мы прошли долгий путь эмоциональной трансформации. От шока до осознания, что ждать больше нечего. Решение нами было принято так быстро, как никогда в нашей жизни. Некогда привычным для нас привычным было для нас взвешивать каждое решение, обдумывать, планировать цели и задачи надолго наперед. Рассчитывать все возможные проблемы по пути и накидывать возможные решения самых проблем. Ну, так сказать, мы всегда любили подстелить соломку. Но не в этот раз. тогда мы вступили на второй путь по эвакуации. Второй этап наш. Мы стали составлять списки стран, куда можно было еще улететь из России владателем российского паспорта. Поделили друг между другом эти списки и в течение пяти дней искали подходящую нам страну. Я создала критерии для выбора стран. Я вам сейчас их перечислю. Это без визы, нахождение без визы в стране, вернее, пересечение границы без визы, возможность каком большего срока нахождения без визы в стране, возможность продления визы на месте или онлайн, учитывая, учитывали ковидные ограничения, прививки, которые принимала страна. Я привита спутником Ви, а Вова на этом. Возможность работать кем угодно в дальнейшем, так как сбережения в конце концов закончатся. Учитывала русскоговорящее сообщество, так как из языков, которыми мы владеем, это русский, Вова знает украинский и русский, и немножко чешский. Также учитывали возможность ехать с животными и наличие билетов из РФ, что оказалось основной проблемой. Я создала в блокноте список по каждой стране и вписывала туда все пункты. Но мы быстро поняли, что с котом возникают серьезные проблемы переживать за его безопасность и здоровье. Не знали, с какими сложностями можем встретиться по пути. Для общего понимания наш кот для нас был как детеныш. И соответственно мы относились к нему относимся по сей день так же. расставание для нас не было очень болезненным. Было принято решение оставить кота нашим родителям. До момента пока мы не устроимся там или сям. Список стран сократился до нескольких наименований. Всего их 6. Я вам сейчас перечислю. Таиланд Камбоджа Индия Турция Грузия Армения Вот пожалуй все. Это было на тот момент как-то возможно улететь из России. Но тогда стали массово отменять рейсы из-за арестов самолетов которые находились в лизинге в России. И выбора кроме Турции у нас не осталось. Армения и Грузия достаточно быстро были отметены так как туда двинулись айтишники массово. И не были ясны условия пересечения границы так как была информация что российские пограничники просто не выпускали граждан РФ. Вот те страны просили какие-то предоставить какие-то разрешения на пересечение границы. Поэтому эти две страны были достаточно быстро вычеркнуты из списка. Дальше началась эпопея с покупкой билетов. Я ежедневно мониторила авиасейлс и чаты в телеге где уезжающие такие как мы делились своим опытом покупки билетов. И очень много рейсов отменяли массово отменяли. Теряли деньги и не возвращались. Я ждала несмотря на то как цены на билеты росли как на дрожжах. но мы с Вовой были готовы отдать практически любую сумму вменяемую конечно же сумму которую мы могли располагать на тот момент. Лишь бы рейс не отменили мы смогли улететь. Пока я ждала стабильности с самолетами Вова забронировал самую дешевую квартиру на Стамбуле на Airbnb на предполагаемую нами дату прибытия. Так как карты визы и мастеркард со дня на день должны быть заблокированы и не должны работать во всех сервисах кроме российских. Бронирование жилья на Airbnb было настолько на бегу хотя раньше мы также пользовались этим сервисом и долго убирали квартиры тех стран в отпуск но не в этот раз. Тем временем я уволилась с работы практически одним днем без отработки несмотря на государственные учреждения. Спасибо главному врачу моего учреждения которое оказалось мыслящим занимающим человеком даже не стала задавать мне нужный вопрос. Вова на своей работе договорился об двухнедельном отпуске без отработки дальнейшей войны. Следующий наш этап это покупка билетов на самолет в течение двух дней. Мы выбрали узбекские авиалинии так как по моим наблюдениям эти авиалинии летали стабильнее всего и их не отменяли. А авиалинии турецкие туркиш аэрланд стоили на тот момент уже более четырехсот тысяч на двоих. Так как узбекские стоили сто двадцать точно двоих один конец конечно. Карты визы и мастеркард на тот момент уже не работали. И в один день Вова пытался купить билеты в одну из своих карт МИР но оплата не проходила по каким-то причинам. В другой день я пыталась использовать все имеющиеся свои карты МИР но в процессе оплаты билеты просто заканчивались и очень быстро разбирали. В итоге мне удалось купить билеты на 15 марта несмотря на то что мы планировали билететь на 14 марта но это была удача. Следующие два дня мы приступили к сбору чемодана. Вы знаете была нелегкой задачей понимая что 31 килограмм где следует уместить всю твою жизнь и не килограмм больше. Тщательно отбирались вещи и предметы которые представляли лишь практическую ценность. Если с одеждой мы в целом справились с косметикой у меня лично возникли определенные эмоциональные трудности. Чтобы было более понятно почему возникли какие-то трудности с косметикой я объясню так что последние 15 лет у меня сложилось стойкое увлечение косметикой и бьюти индустрией есть понятие бьюти голик я изучала составы бренды историю формулы планок косметических что-то даже коллекционировала из-за их уникальности лимитированности я даже завела свой блог где делилась рассказывала об ингредиентах косметики с научной точки зрения которых сейчас к слову канун лета заблокированном призванном экстремистской организации инстаграм но с этим я тоже справилась знаете мозг в состоянии стресса работает иначе чем в отличие когда собираешь чемоданы в отпуск в квартире мы собрали имеющиеся вещи в коробку в коробки и пакеты то что смогли слава богу что у нас есть там родители которые взяли на себя обязательства взяли задачу на себя по подготовке нашей квартиры в сдачу в аренду по сути мы оставили квартиру в таком состоянии как будто там сейчас кто-то живет настало 15 марта там в путь вандраж неизвестность и непредсказуемость будущего спокойство за родителей и за любимый шивак кота вот мы в аэропорту первый проход через турникеты и проверки багажа был нервный нас несколько раз заставили прокатать наш багаж через ленту даже не представляем что они там искали взвесив багаж мы обнаружили перевес на полтора килограмма дома мы тоже взвешивали не раз наш багаж и каждый раз это был перевес но в конце весы показали четкий вес но вот к сожалению в аэропорту оказался перевес на полтора килограмма на стойке регистрации нам сообщили о перевесе в два килограмма и отправили нас на оплату но вот незадача на стойке избеских авиалиний карты уже не принимались так как они заявляли что даже карты мира не проходит оплата по каким причинам они не знают поэтому оплату они просили только в наличные но у нас с собой было только тысяча рублей из наличных денег а там надо было заплатить что-то около тысячи сорока рублей я уж точно не помню в общем мы стали мелочью пытаться накрепсти эти сорок рублей мы никак не могли найти эти сорок рублей за нами уже скопилась такая очередь люди уже начали шарить по своим карманам чтобы нам отдать эти сорок рублей лишь бы мы наконец-то освободили эту стойку так как всем хотелось улететь но у нас приняли сумму без этих сорока рублей вот так мы и надоели после регистрации багажа и регистрации на рейс мы пошли на досмотр к пограничникам чтобы это дико не звучало а в этот момент в аэропорту по сей день проходят досмотры улетающих один из пограничников нас пригласил в отдельную комнату и сначала начал пересчитывать наши деньги до копейки чтобы мы не дай бог не привезли какую-то лишнюю валютную купюру у нас все было четко по закону после он начал попросил нас открыть наши рюзаки и стал смотреть вещи и прицепился к аппарату очень старому еще времен СССР который Вова как-то купил купил его по фану за 3 копейки в одном из магазинов как-то в отпуск мы ехали и вдруг захотелось чтобы был фотоаппарат пленочный но пограничник вдруг никак не мог определиться представляет ли этот фотоаппарат какую-то антиквариантную ценность но все-таки нас пропустило слышно что это старинно дальше мы уже сели на самолет и долетели до Узбекистана наш путь составлял почти 30 часов до Турции у нас был транзит красавище тяжелый транзит 10 часов транзит в зоне в Узбекистане там был и один единственный магазин где продавалась вода за 5 евро за пол литра и сок литр за полтора евро и выше на еду я вообще молчила цены были неимоверные в итоге мы купили яблочный сок со вкусом фломастера воду я пила из-под крана как видите я выжила Вова ходил курить в туалет за шоколадку уборщицы так как выходить с транзитной зоны на улице было запрещено ну поспать поспать в этой транзитной зоне мне вообще никак не удалось там табло с визуальным расписанием рейсов просто не предусмотрено и о всех рейсах о всех переносах и отменах сообщает человек в рамкоговоритель и постоянно слышался голос в рамкоговоритель в котором сообщали то об отмене одного рейса то о переносе другого рейса поэтому я была постоянно очеку и боялась пропустить важную для нас вдруг оказав важную для нас информацию и очень переживала вдруг наш рейс отменят так как плана в таком случае у нас не было но я думаю что если бы его отменили мы бы наверное остались в Узбекистане и уже оттуда пытались выкупить билеты дальнейшее следование в Турцию но нам повезло наш рейс не отменили мы удачно загрузились в самолет с дальнейшим следованием в Турцию должна отметить что столь тяжелый транзит скрасило качество обслуживания на борту узбекских авиалиний раньше мы не раз летали самолетами но в основном российскими авиалиниями и у нас было сложено определенное впечатление о перелетах но узбеки молодцы они кормили на убой еда была вкусная порция большие они давали даже свежие овощи также маринованные овощи помидоры огурцы были даже оливки раздавали напитки соки воду газировки много раз не как в российских авиалиниях один или два я уж точно не помню больше двух раз обычно это было в российских авиалиниях плюс даже они всем разлили подвину чтобы расслабиться и не раз плюс на борту крестских авиалиний на каждой спинке кресла были работающие представляете работающие мониторы в которых были фильмы не времен дедушек и бабушек а современные фильмы иностранные фильмы зарубежные фильмы плюс интерактивные игры а также рисование пальцев то есть все дети на борту были заняты не было ни шума ни гамма как это обычно на российских авиалиниях я должна отметить что в турции мы до этого вообще никогда не были и даже не планировали никогда отпуск в турции так как других интересных стран которые нам больше хотелось посетить турция это рядом куда типа всегда успеется съездить сюда мы приехали впервые в этот раз совершенно не зная ничего об этой стране ни о культуре страны ни об особенностях культуры этой страны опять же и общих правилах языка и вот темно и мы в Стамбуле добрались до арендованной нами квартиры в которой был страшнейший холод так как отопление в ней не было предусмотрено это была очень старая квартира мы ее натапливали обогревателями она была большая рассчитанная на пятерых человек в больших комнат мылись мы прижавшись друг к другу от холода по Стамбуле на тот момент шел снег и температура на улице стояла не больше 7-8 градусов а теплую одежду мы с собой особо не брали так как она веса много занимает тяжелая ну и тогда у нас мысли были такие мы же в Турции типа летели зимние шмотки а у нас были лишь тряпочные кеды ну знаете в состоянии адреналина организм способен на многое даже способен вылечивать некие некоторые хронические заболевания это научный факт мы даже не заболели начался следующий этап нашего пути к легальному в этой стране о котором мы расскажем вам в следующем видео до встречи подписывайтесь на наш канал ставьте лайки чтобы как можно больше людей смогли увидеть нашу историю и понять что каждый из них он не один в это тяжелое время если нам удалось покинуть страну в тое тяжелое время не имея рабочую специальность не айти специальность то это сможет сделать любой пока пока начинаем новую жизнь ну да спасибо 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 спасибо